Приветствую вас! Конечно, для такого серьезного диагноза, для такого серьезного заболевания, для такой серьезной симптоматики вы предоставили очень мало информации о себе. Но по общему правилу, по общему правилу, нужно сразу сказать, что проблемы, которые возникают при жизнедеятельности, при осуществлении жизнедеятельности. Значит, в основном из-за того, что вы запрещаете себе хотеть, вы запрещаете себе чего-то желать, вы запрещаете себе именно хотеть. Понимаете? Вот. То есть, по моему мнению, вы просто-напросто не позволяете себе хотеть. То есть, вы запрещаете себе это, вы запрещаете себе хотеть. И, соответственно, именно из-за того, что у вас нет желаний, именно из-за этого, из-за того, что у вас не реализуются потребности, и, по общему правилу, в этом и есть основная причина депрессии. И, соответственно, вам нужно сделать так, чтобы у вас ваши желания стали не только в мечтаниях, не только в мечтах, но и, соответственно, чтобы ваши желания были и в реальности. И вот нужно и понять, почему вы свои желания не можете удовлетворять, что вам мешает, почему вы не можете сделать так, чтобы у вас, ну, получалось то, что вы хотите, чтобы у вас реализовывалось то, что вы хотите. Понимаете? Вот. Это, на самом деле, очень важный момент. И если вы не будете его как-то продвигать, если вы не будете как-то вот стараться наладить, если вы не будете работаться о себе, если вы не будете беспокоиться о себе, если вы постоянно будете только думать о том, что вы должны, что вам все от вас ждут и так далее, вот, то, соответственно, если вы будете так себя позиционировать, то, естественно, будут проблемы, серьезные проблемы у вас, и депрессия, собственно, будет происходить, продолжаться будет. Другое дело, другое дело, другое дело, другое дело, другое дело, что вы можете себя вытянуть из них. И надо сказать, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. То есть, для начала надо будет это позволить себе хотеть. Ну, или позволить себе хотеть того, чего вы хотите. Вот и все. По сути дела. То есть, вы просто-напросто позволяете себе желать то, что вам важно, что-то вам дорого. Вы просто позволяете себе это. И все. Собственно говоря. Понимаете? Это единственное, что вам нужно сделать. И когда вы начнете хотеть, вы почувствуете вкус жизни и будете радоваться. Другое дело, что вам нужно для того, чтобы позволить себе хотеть, чтобы, может быть, даже понять, чего вы хотите. А это нужно, значит, прислушиваться к себе. Нужно делать то, что вы хотите. Нужно повышать, например, уверенность в себе. Допустим. Нужно самооценку поднимать, если она у вас занижена. И так далее. Ну и, наконец, последнее. Да? Последнее. Смотрите. Смотрите. Депрессия у вас началась на фоне чего-то. Да? То есть, депрессия у вас началась на фоне каких-то событий, которые произошли в вашей жизни. И, соответственно, соответственно, нужно как раз таки и понять на фоне чего она, эта самая депрессия, у вас появилась на фоне чего. Как так получилось, что она у вас появилась? Почему вы в ней так долго уже находитесь? И вот тогда как раз тогда и будет все нормально у вас. Конечно, если вы чувствуете, что депрессия у вас здесь статична и что она долгая, то, конечно, имеет смысл обратиться к психиатру, к психотерапевту, к врачу для того, чтобы он вам, возможно, какие-то препараты порекомендовал. Порекомендовал бы, чтобы вам было легче, чтобы помочь вам, чтобы подготовить вас к тому, да, чтобы вы потом занимались терапией, именно психотерапией, да. И, собственно, чтобы вам потом это было на пользу. Вот. Понимаете? А то, если у вас действительно серьезная, серьезная депрессия, это действительно депрессивное состояние, вот, то, соответственно, обычно психотерапия вам не поможет. Потому что искажение сознания будет мешать вам. И в этом случае нужно как раз таки, вот, первое лекарство, а потом уже все остальное. Но не стоит воспринимать антидепрессанты как самостоятельное лечение, если вы будете им пользоваться. Потому что антидепрессанты – это не лечение как таковое. Хотя антидепрессанты – это всего лишь средство для того, чтобы вы подготовились, чтобы вас подготовить к лечению, к настоящему лечению. Ну, к восприятию, к восприятию, к восприятию вами, того, что скажет, например, терапевт. Ну, допустим, допустим, терапевт, да. Вот. Вот. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю так. Так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, либо, если нужна помощь, поддержка, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного выхода из этого состояния. Редактор субтитров. Корректор п情ев者 реп interactiveimentoína придет. Субтитров доходятся.